Сотни жителей Луганщины штурмуют Управление социальной защиты с севера Донецка в надежде получить справку переселенца. Очередь расписана до марта, хотя, согласно распоряжению украинских властей, встать на учет люди должны не позднее 31 декабря. Что будет с теми, кто не успеет попасть на прием, узнавала Илона Свердун. Чтобы добиться СОЦ-выплат для своего сына-инвалида, пенсионер из Алчевска Михаил Долженко преодолел 10 блокпостов. По одному из самых обстреливаемых участков зоны АТО – Бахмутскому пути. Сын инвалид детства первой группы. Жену я 3,5 года назад похоронил. Ну вот, хорошо, я получил пенсию, а ему как? Он что, кушать не хочет у меня? Раиса Левченко приехала из Кировска. В Северодонецке у нее никого нет. Женщина не получает чернобыльскую пенсию с июля. И нет у нас ни поддержки, ни ничего. Даже пайка не дают. Ну вообще, один раз дали и все. В очереди перед управлением соцзащиты Екатерина остается своими родственниками из Луганска и Свердловска. Говорит, приютила родных, ведь деваться людям некуда. Теперь женщина должна лично подтвердить чиновникам, что переселенцы действительно проживают у нее в Северодонецке. Хорошо людям, когда у людей есть конкретный адрес, родственники, знакомые. А у многих приезжих, у Спермомайска люди приезжают, с Артемовска, с Астаханова приезжают. Что делать? Нет, если нет у них. Сказали, что будут контролировать органы и прокуратуры, будут контролировать, чтобы действительно люди проживали. Новые адреса переселенцев обещают проверять. Но прежде людям необходимо попасть на прием в управление соцзащиты. Для этого выдают специальные талоны. Действует талонная система приема документов. То есть человек обращается к нам в управление. Мы выдаем ему талончик, где указываем, какого числа и во сколько ему нужно будет подойти. Для того, чтобы специалист с ним непосредственно уже работал и занимался только его делом. Очередь в Северодонецком управлении соцзащиты уже расписана до марта следующего года. Хотя, согласно распоряжению правительства, стать на учет и пройти регистрацию жители зоны АТО должны до 31 декабря. Те, кто не успеет попасть на приемы, рискуют остаться без пенсии. Они могут только в том случае оформить ее, если у них будет справка о взятии на временный учет с управлением труда и социальной защиты населения. А эта справка выдается согласно постановлению от 1 октября номер 509. Тем не менее, жители оккупированных городов не теряют надежды получить справку переселенца. И надеются, что украинские власти пересмотрят свое решение о невыплате пенсии и пособий жителям оккупированных городов.